День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Психология Барса. Минобороны к осени мобилизуют 100 тысяч солдат и офицеров запаса. Не бесплатно. Обратной дороги нет. Временные трудности для жителей улицы Братиславская дорожники обещают исправить в ближайшее время. Не расти трава. Дирекция благоустройства проводит окос по заявлениям граждан. Минобороны России объявила о старте мобилизационного проекта БАРС. Эта аббревиатура расшифровывается как «Боевой армейский резерв страны». Рядовым и офицерам запаса предлагается заключить контракт, по которому добровольцы в мирное время будут проходить военные сборы, которые, к слову, можно будет совмещать с основной работой на гражданке. В стране таким образом рассчитывают доукомплектовать почти 100 тысяч резервистов, две с половиной из которых в Рязанской области. Все подробности далее. Боевой армейский резерв страны или БАРС – проект взаимовыгодный. Минобороны получает 100 тысяч, можно сказать, команды с запаса, резервисты, выполняющие темы льготы. И плюсов здесь пока больше, чем минусов. Начнем с того, что никуда уезжать не придется. Все сборы будут проходить на базе Рязанского десантного училища. Есть тут и финансовая выгода, пусть и небольшая. При заключении контракта будет получать 12% от денежного довольствия по своей должности, на которую он предназначен. Ну, вроде бы, да, 12% – это немного, но мы понимаем, что гражданин находится на своей работе по гражданской специальности, он находится в семье, он продолжает жить обычной жизнью. Но заключил контракт, он получает 12%. Что это такое? Это для офицера порядка 3-5 тысяч рублей, для солдата 2-3 тысячи рублей в месяц. При призыве на сборы или для выполнения других задач, он будет получать денежное довольствие по своей специальности, по военной. При этом мы компенсируем предприятию, где работает гражданин, его среднюю заработную плату. Если он находится безработным, то, соответственно, компенсируется пособие. Но согласитесь, ежемесячно получать 5 тысяч за 3 дня мобилизации, а раз в год и вовсе целый офицерский оклад – вполне себе неплохая перспектива. Впрочем, деньги здесь второстепенны. После заключения контракта перед резервистами откроются двери всех медицинских учреждений Минобороны. Есть резон стать бойцом Барса и у тех, кто не добрал в свое время стажи для военной пенсии. Все идет в зачет. И это не считая бесплатного питания, обмундирования и страховки. Обращаться необходимо для заключения контракта в те районные военкоматы, которые приписан гражданин. Там все порядок действий, все знают. Там пишется заявление о согласии поступить на мобилизационный резерв. А контракт уже будет заключаться непосредственно с начальником нашего десантного училища. Там же будут проходить сборы. Первые сборы для резервистов уже в ноябре. Кандидатами могут стать практически все солдаты и офицеры запаса. Возрастной ценз присутствует для младшего офицерского состава 42 года, для старшего – 57 лет. Наркоманов и людей с уголовным прошлым просьба не беспокоить. Улица Братиславская, где сейчас ведутся работы по замене теплотрассы, перекрытые от Гагарина до Славянского проспекта. Альтернативной дороги нет, поэтому автомобилисты ищут пути через местные дворы. Жители обратились к нам в редакцию с просьбой выяснить, когда же это все-таки закончится. Марина Реманюк все разузнала. Теплотрасса, уложенная вот под этой дорогой в 1988 году, отмечает свое 33-летие, почти как Илья Муромец, шутят рабочие. Вскрытый асфальт демонстрируют возрастные пролежни, проржавевшие местами истревшие. Эти трубы вряд ли выдержали бы еще один отопительный сезон. На данном участке происходит капитальный ремонт магистральной теплосети диаметром 500 мм, протяженностью общей трубы 1200 метров. Стоимость данных работ порядка 51,5 млн. рублей. Работы начались в середине июля, будут закончены ближе к сентябрю. Точечные работы за 30-летнюю эксплуатацию теплотрассы, конечно, проводились. Но теперь все масштабнее, полная замена коммуникации на новое современное оборудование. Понятно, что дело это непростое, требует и времени, и средств. Но, как говорят подрядчики, будет на века. По окончании работ на этом участке Братиславской они обещают и восстановить дорожное полотно, и оборудовать тротуары. К первому сетеврю будет, во-первых, открыт проезд для машин к школе, однозначно. И асфальт будет новый. Как видите, покрытие снято, покрытие будет уложено. Самое большое недовольство людей, конечно, вызывает отсутствие проезда. Улица перекрыта полностью, альтернативной дороги нет. Приходится, как выражаются водители, прыгать по бордюрам, нарушать, въезжая под кирпич, просачиваться через дворы. В общем, выкручиваться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. К сожалению, это пока вынуждены и временные меры. Подрядчик ведет интенсивно восстановительные работы, то бишь, производит капитальный ремонт. И в ближайшее время уложатся трубы, закроются лотками, будет сделано асфальтовое покрытие, и из дворов все уйдут. К сожалению, в данном случае иного способа отремонтировать участок теплотрассы на Братиславской нет. Но рабочие здесь буквально день и ночь, чтобы уложиться в срок и избавить местных жителей от проблем с отоплением. А автомобилистов просят немного подождать. Пару-тройку недель максимум. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 14 августа в Рязани из-за проведения ремонтных работ на газопроводе ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского, что приведет к изменению некоторых маршрутов. Троллейбус номер 16 теперь будет доезжать до площади Мичурина через Первомайский проспект, улицы Соборная, Ленина и Сенина. Автобусы номера 4, 15, 16, 20, 21, 24, маршрутка номер 77 до Центрального рынка поедут по улицам Павлова и Кудрявцева. А вот маршрут 70 с ноября исчезнет вовсе. Перевозчик «Рязань-пассажир-транс» направил заявление о прекращении работы свидетельства, которое вступает в силу как раз 1 ноября. Маршрут номер 70, напомню, следовал от пункта улицы Березовая до остановки «Русская кожа». Поросло травой вместо наших встреч. Эту цитату из советской песни можно смело делать лейтмотивом обращения рязанцев в дирекцию благоустройства. Служба начала окос территорий по заявкам. Где сейчас работают триммеры, расскажем далее. Девять часов утра, а триммеры уже ревут на всю Дашкову песочню. А кашивают пешеходную дорожку, как и просили местные жители, территорию официально включили в план работ. Прокашивание территории от бассейн «Капитан» до 71-й школы. Также у нас ведется окос территории в Октябрьском районе по улице Новоселов, по улице Зубковой. В первую очередь, к первому сентября, будут уделяться внимание на школы и детские сады. Социально важные объекты в приоритете, однако, не забывают и о других территориях. Помешать может только погода, при этом именно сильный дождь. Сегодняшняя морость косцам препятствием не стала. Еще и техника помогла. В данный момент у нас ежедневно работают пять тракторов с косилками. Один трактор работает непосредственно здесь, возле бассейна «Капитан», остальные раскиданы по районам. В график масштабной городской стрижки коррективы вносят только обращения жителей города, на которые дирекция благоустройства оперативно реагирует. Поэтому, если у вас под окнами автокосилки еще не работали, самое время оставить заявку. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанские скульпторы и керамисты вернулись из Вологды с межрегиональных мероприятий. Мастера изготовили так называемые огненные скульптуры. Валерий Седов все рассмотрел в подробностях. То, что вы видите на своих экранах, так и называется огненная скульптура. Делают ее из глины сразу над самодельной гончарной печкой. Статуя служит трубой. Печи раскаляют до 1300 градусов и почти сразу же показывают зрителям. Конкретно эту скульптуру сделали рязанские мастера. Как говорят, жизнь огненной скульптуры 15 минут. То есть, когда она вот эта раскаленная, открывается кокон, в котором мы ее заматываем, чтобы она обожглась, и она горит. Она работает как светильник. Мы кидаем опилки. В это время сноп искр. Это вот такое огненное шоу. По замыслу горячая скульптура – это фигура двух влюбленных, между которыми расцветает древо жизни. Эта работа совсем свежая. Ее рязанцы изготовили в Суздале буквально неделю назад. Чуть раньше, в июне, на Вологодском фестивале тоже было жарко. Это цветок папоротника. Рязанцы слепили его вместе с коллегами из Кирова. У северян была фигура птицы сирен. Работали слаженно, на свежем воздухе. Любой зритель мог подойти и рассмотреть в деталях процесс, который занимал не один день. Изготовление скульптуры примерно занимает 3-5 дней. Лепка. Дня 4 уходит на сушку. Ну и один день обжига. Виктор и Наталья работают в паре. Мужчина преимущественно трудится над формами. Он в гончарном теле больше 20 лет. Раньше, говорит, тянул к живописи, но попробовал поработать с глиной, и ему понравилось. Теперь любовь в живописи вылилась в декорирование форм. Наталья же больше работает над росписью. Вкупы у рязанцев получается создать незабываемые творения. Это не только огненные скульптуры, которых уже 4, но и фигуры разных форм. Это глиняная свистулька называется «Окарина». У нее несколько дырочек, и она может быть самостоятельным музыкальным инструментом. Что еще в ней интересно? Она расписана ангобами. То есть это не глазурные краски, они вот не блестят, но они цветные. Окарина, как и все, в комнате работы учеников-керамиста. Помимо того, что вместе с Виктором они покоряют красотой своих работ чужие регионы, Наталья еще и преподает у детей от 3-го до 9-го класса. Эти фигурки – легко узнаваемые литературные персонажи. Впрочем, есть кое-что посерьезнее, например, «История из жизни». Памятник Евпатию Клаврату вместе с автомобильной пробкой на улице Ленина. Мне вот как педагогу очень помогает то, что я работаю как художник. Вот, например, меня интересует какая-нибудь тема. Вот я просто у себя в мастерской делаю эту тему, и я эту же тему приношу детям. И мы вот вместе. То есть то, что у меня горит, то я им и тоже даю. Учебный год вот-вот начнется. И скоро в этих помещениях полных застывших фигурок появятся как новые, так и бывалые ученики. А их преподаватели и лаборанты параллельно с обучением будут готовиться и к предстоящим конкурсам, один из которых пройдет совсем скоро в Скопине. И рязанцы обещают снова всех удивить. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Более 70% жителей Рязанской области считают, что в России необходимо отменить единый государственный экзамен. Такие данные следуют из опроса, который провели активисты партии «Справедливая Россия за правду». Подробнее в нашем следующем сюжете. По статистике, 78% из более чем полутора тысяч опрошенных на улицах выступают против ЕГЭ и настаивают на возвращении к традиционной форме проверки знаний. И только 9% респондентов хотят оставить все как есть. Остальные затруднились с ответом. Совсем недавно мой племянник сдавал ЕГЭ. За четверть и за год. По основным предметам он получил две четверки и пятерку. Попробовал, конечно, сдать пробный тест. Завалил. Пришлось нанимать репетиторов, на что потребуется огромная сумма денег. Для многих оплата репетиторов бывает не просто накладной, но и неподъемной. Поэтому отказ от ЕГЭ, по словам рязанцев, мера оправданная. Единый государственный экзамен в том виде, в котором сейчас есть, фактически разрушает наше образование. Дети обучаются не 11 лет, а 9. Два года последних, по факту, они готовятся к экзамену и проходят тесты. Поэтому однозначная отмена ЕГЭ в том виде, в котором существует, и возвращение к классической русской образовательной системе, которая позволила Советскому Союзу выйти в космос, освоить простого Сибири и Дальнего Востока. Ни для кого не секрет, что подготовка к ЕГЭ является очень тяжелой еще и в эмоциональном плане. Выпускники в состоянии постоянного стресса. Единый государственный экзамен вызывает большие проблемы у подростков. Неокрепшая психика сталкивается с тяжелыми заданиями. Нередко подростки подают депрессию. Бывают и случаи самоубийств. Мы требуем отменить ЕГЭ и вернуться к обычным традиционным выпускным экзаменам. Отмена ЕГЭ является одним из главных требований Справедливой России за правду. В партии систему ЕГЭ считают неэффективной. Как компромиссную норму, справедливороссы предлагают сделать такой вид экзамена добровольным. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин